Всех приветствую, братья и сестры, кто с нами сегодня вместе. Да благословит вас Господь сегодня, всех, кто слышит, собрался Слово Божие для того, чтобы понять то, что хочет сегодня нам сказать Господь. И перед нашей молитвой мне хотелось бы порассуждать коротко об одной мысли для того, чтобы мы могли проверить себя и обратиться к Господу для того, чтобы, может, что-то поменять в своей жизни, что-то сделать по-другому, для того, чтобы Господь нас слышал. Моё желание прочитать место священного Писания – это книга пророка Исаия, 5 глава. 5 глава с 1 по 2 стих. «Воспою возлюбленному моему песень возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнёс его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нём отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нём точило, и ожидал, что он принесёт добрые грозди, а он принёс дикие ягоды». Мне сегодня хотелось бы коротко поговорить об ограждении Божьем. Знаете, когда мы жили все в России, да, и те, кто сейчас живёт там, мы имели ограждение вокруг своей усадьбы, вокруг своего дома. И знаете, эти заборы, как мы называли их, они были разные. У кого-то пошатнувшийся, может быть, уже, знаете, вот дотронься на него, и он упадёт. У кого-то были более солидные, кто-то обносил вообще каменными стенами вокруг своего участка. Я помню ещё в детстве, знаете, когда в школу ходили, мы там мимо по улице шли, там огромный такой забор был, дом обнесённый. Дом, конечно, солидный был, внутри поставленный. И нам всё время виделось, за этим забором там персик рос. Не так уж много было у нас, когда мы жили там в Алма-Ате, у кого бы росли персики. И всё время, знаете, как было такое, соблазн, как бы достать их оттуда. Вот знаете, у пацанов всё время такое было желание, перепрыгнуть бы туда, да нарвать бы этих персиков, да наистся. Но там была ещё и собака, та, которая остерегла. И поэтому, знаете, когда мы видим огромное ограждение вокруг каких-то участков, мы понимаем, что мы не строим бесцельных ограждений. Там, где есть ограда, за ней есть что-то ценное, правда? За всяким ограждением человек старается поставить что-то ценное. Мы были много лет назад в Киеве, проходили, я помню, по одной улице шли. Огромный особняк построенный вокруг, дома такие более-более убогие. И обнесён он высоким забором, очень высоким. Идёт электрический провод поверху, стоят камеры для того, чтобы люди не могли забраться. Мы понимаем, что за этим что-то есть, есть за этим что-то. Кто-то сказал, что китайскую стену, которая проходит по горам, очень большая стена, её видно даже с космического корабля, то есть с космоса, со спутника она просматривается. Я не знаю, насколько это правда, достоверно, но так говорят. И мы знаем, что в древности все города, они обносились высокими стенами. Несколько недель тому назад я говорил проповедь о том, что, когда Навуходоносор пришёл и осадил Иерусалим, когда люди себя считали безопасностью, потому что Иерусалим был обнесён великими стенами, каменными стенами, и невозможно было взять и приступить. Но Господь, если вы помните, сказал, для того, чтобы остаться жить, нужно было выйти из этих, потому что Господь снял свою ограду. Люди думали, что каменные стены им помогут, но Господь сказал, если вы останетесь там, вы умрёте. Что хотелось бы сегодня сказать, что ограждение Божие – это благополучие в жизни нашей. Ограждение Божие – это защита, это охрана от всего, тогда, когда мы видим руку Божию. И находиться под Божьим попечительством, я думаю, что это очень великое счастье, тогда, когда человек находится под Божьей защитой и под Божьим ограждением. Мы прочитали от пророка Исаия, здесь сказано, что Бог оградил и насадил отборные виноградные лозы. Бог ограждает свою отборную лозу. Мы понимаем, о чём говорит Господь. Это те люди, для которых Бог является Отцом. И они ходят перед Ним непорочно. Это те люди, которые знают Бога как своего Отца, который постоянно ограждает их, и они ходят перед Ним непорочно. В книге Бытие, 17 глава, 1 стих, Бог обращается к Аврааму и говорит, Авраам был 99 лет, и Господь явился ему и сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочным, и поставлю завет Мой между Мною и между тобою». Мы понимаем, 99 лет – это уже достаточный возраст. И Авраам долгие годы ходил, и Господь благословлял и ограждал его от всех неприятностей, от всех врагов, от всех племён, которые окружали его. Но подошёл срок, и Господь снова обращается к нему и говорит, «Будь непорочен, и я поставлю завет Мой между тобою, между Мною». Знаете, таким были не только Авраам. Такими людьми были и Даниил, и четверо его друзей, трое друзей его Даниила. Такими были и Иов, когда Бог ограждал вот эти отборные лозы. И хотя были покушения со стороны дьявола всегда на таких людей, но Бог ставил Свою защиту, Бог ставил Свою ограду. Мы видим, что Бог ограждает не только вот эти отборные лозы, которых мы читаем, праведники, которых жили пред Богом, но Бог ограждает и искупленных Своих. Это нас с вами, братья и сёстры. То есть тех, которые заключили завет с Господом, и те, которые обещали в своей жизни перед народом, перед Богом, о том, что они будут служить Ему доброй совестью. Бог ограждает такие лозы тоже. У пророка Исаия в 49 главе читаем 15-16 стихи. «Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, говорит Господь. Стены твои всегда предо мной». То есть Господь всегда видит ту ограду для того, чтобы никто её не мог нарушить, потому что Он ограждает тех, кто заключил завет с Ним, и хранит его имена тех, записанные на руках Божьих. Он хранит их. Бог хранит Свою церковь, искупленную Свою, братья и сёстры. Искупленную Свою почему? Потому что церковь – это общество верующих в Иисуса Христа, заключивших завет с Ним в водах хрещения. Однажды Иисус Христос сказал Петру, сказал, что ты, Пётр, ты камень, ты твёрдый. И вот на таком камне, как ты, на такой уверенности, на таком твёрдости, на такой основе я создам церковь, и врата ада не одолеют её. На таком основании Господь ограждает. Господь даёт эту уверенность в том, что церковь будет ограждена. Через Слово Его мы читаем эти удивительные слова. Но когда мы говорим об ограде, мы видим как личности, мы видим как то, что Господь благословляет и ограждает тех или иных. Или в жизни нашей мы можем привести сотни примеров в своей жизни, когда Бог ставил эту ограду и ограждал. Но что же ограждает Бог? Предметом Божьей защиты является всё, что принадлежит праведнику. Это его дом, это его поля, может быть, возможно, это его скот, может быть, многое другое, его семью. Бог ограждает всё, что принадлежит праведнику. Знаете, надеющиеся на Господа могут иметь уверенность, что Бог всегда хранит их. Для этого у нас есть удивительный пример, и Слово Божие показывает нам на жизни праведника Иова. Мы читаем об этом человеке, что жил человек непорочный, праведный, вроде своём, пред Богом своим. И однажды, когда вот это была встреча, или, как бы сказать, не знаю, как сказать это, митинг, или, может быть, пришли сыны Божьи пред Богом, и пришёл туда и сатана. И он обвинял, и говорил, обвинял, ставил обвинение Богу, говорит, Иова 1 глава 9-10 стих, «И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром благословен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и всё, что у него? Дело рук его благословил, и стада его распространяются по земле?» Упрёк. «Не даром ли ты его оградил?» Потому что ты благословил его, конечно, он будет благословен, если ты. Но сними эту ограду. Знаете, дьявол всегда хочет, чтобы Бог снял ограду. Но у праведника никогда не снимется эта ограда. Господь всегда будет защитой. Господь всегда будет охраной для каждого человека, кто праведно и непорочно ходит пред Богом своим. Бог ограждает жизнь праведника от бедствий, от уродства, от опустошения, от болезней. Для этого у нас тоже есть обетование, есть Слово Божье. В Псалом 90-й мы читаем удивительные слова. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щиты ограждения – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраки, заразы, опустошающие в полдень. Падут подли тебя тысячи и десять тысяч очесную тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Дорогие друзья, это условие. Это условие для защиты праведника. «Всевышнего ты избрал прибежищем своим». Господь также ограждает и духовную жизнь нашим. Потому что невозможно жить в этой мире, чтобы не иметь ограду, чтобы не иметь защиту. Бог никогда не искушает человека грехом. Никогда. Но Бог допускает, когда человек проходит через какие-то этапы жизни для того, чтобы проверить его. Посмотрите, мы читаем опять-таки в Бытие 22 глава, 1 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, возьми сына твоего, возлюбленного твоего, любимого твоего». Мы понимаем, что уже прошло еще больший срок. Бог испытывал его, когда ему было 99 лет, и он говорил, «И может, заключу завет между мною и тобою». Но Авраам понимал, что нет сына. Но теперь Бог дал сына, и Бог снова проверяет его. Да, действительно, так написано, что Бог сказал ему, пойди на гору моря. Но в данном случае искушение – это праведность Бога, для того, чтобы проверить еще раз, будет ли послушен Авраам Богу. Действительно, Бог ограждает вот эти отборные лозы, ограждает праведника от всего того, что плохо в его жизни. Посмотрите, как он говорит, мы читаем во Второзаконии, восьмой главе, второй стих. Он говорит, через Моисея обращается к народу. «И помни весь путь твой, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет». Господь проводит нас через какие-то этапы жизни нашей, для того, чтобы проверить, а как мы отреагируем вот в этой ситуации, а как мы будем поступать, а как мы будем жить дальше. Знаете, когда мы смотрим на все благословения, которые мы получаем от Господа, и когда мы видим действительно эту ограду Божию, когда мы понимаем, что Господь за нами и Господь с нами, и никто не может снять этой ограды. Но знаете, есть и причины снятия Божьей защиты. Если вы были внимательны, мы прочитали второй стих книги пророка Исаа, пятая глава, второй стих, в самом конце этого стиха написано «Ожидал, что они принесут добрые грозди, а они принесли дикие ягоды». И пятый стих говорит и так «Я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его и будет попираем». Знаете, страшно тогда, когда Бог говорит такие слова, после тех благословений, которые Он дает в жизни человеку, и если человек игнорирует тем обещаниям, которые дал Богу. Первое, что мы видим, это бесплодие. Когда-то Христос шел с учениками, и при дороге росла смоковница, и Господь увидел, подошел к ней для того, чтобы найти на ней плода, и не нашел ничего, и написано, что Он проклял, и она засохла. То есть, всякое бесплодие в жизни человека, который человек не несет никакого плода в жизни своей перед Господом, Господь может снять эту ограду, это ограждение. Господь снимает ограду, когда мы, знаете, неполноценны, когда мы живем двойной жизнью. В Откровении, 3 глава, 15 стих, Господь говорит, «О, если бы ты был или холоден, или горяч, но так как ты тепл, Господь говорит, извергну тебя». Очень плохое состояние, ужасное состояние, когда человек не реагирует на то, что обещал Господу. Господь говорит, «Сниму ограду, отниму эту ограду, и будешь попираем, и будешь иметь скорби, потому что ты не сдержал обещания своего пред Господом». И третье, почему Господь может еще снять ограждение свое, это от неверия. Сегодня много верующих людей, но, знаете, когда человек вкусил благодати Божьей, но впоследствии вновь встал на путь греха, и надеется о том, чтобы Господь благословил его и оградил его, знаете, это пустая трата времени. Тогда, когда человек стоит на пути греха, нет ограды. Господь снимает ограждение, прорыв в стене для того, чтобы дьявол мог поразить. К Тимофею в 1 послании, 1 глава, 19-20 стих, он говорит, «Имея веру и добрую совесть, которая у тебя горит, чтобы она не получилась, как у тех, которые, некоторые отвергнув, потеряли кораблекрушение в вере, которые жили жизнью, но отвергнув вот это доброе, вот это святое, они потерпели кораблекрушение в своей вере. И Господь снимает эту ограду». Знаете, как хотелось, чтобы Господь благословил нас, чтобы быть под защитой Божьей, чтобы быть за этой оградой Божьей, за этим ограждением. И Бог желает оградить нас всегда. Если вы были внимательны, Он ограждает праведника. Праведника, тот, который живет и исполняет обещания свои, которые дал пред Господом, всегда. Да благословит нас Господь помолиться, размышляя об этом, и да прославится имя Его. Аминь. Помолимся.